Воскресенье Никогда еще торговое партнерство между Европой и Соединенными Штатами Америки не было так близко к провалу. Речь идет о том, что в воскресенье министр экономики и вице-ликанцер ФРГ Зигмар Габриэль заявил в интервью, что переговоры о подписании так называемого трансатлантического партнерства между Соединенными Штатами и Евросоюзом о свободной торговле фактически закончились провалом. И это неудивительно. Дело в том, что это соглашение принимается исключительно в интересах США, а интересы Евросоюза и отдельных стран Европы полностью игнорируются. Во-первых, это соглашение подразумевает неограниченный доступ американских компаний на европейский рынок. Что это означает? Это означает, что в Европе ограничивается конкуренция и что США будут делать все, чтобы вытеснить с европейских товарных рынков другого важного торгового партнера Евросоюза Китай и экономически ослабить Китай тем самым. С другой стороны, в энергетической сфере они будут стараться вытеснить Россию и всячески помешать российским проектам в газовой сфере в Европе. Кроме того, не исключено, что это соглашение повлечет следующие негативные последствия для Европы. Во-первых, это увеличение бесконтрольных потоков мигрантов в европейские страны. Во-вторых, это ухудшение положения европейских фермеров, которые сейчас себя чувствуют не лучшим образом после потери российского рынка. А здесь они столкнутся с очень мощным конкурентом. И, наконец, это может привести к росту геополитической напряженности в Европе и даже в Евразии в целом. Потому что такое соглашение будет неявно подразумевать то, что НАТО сможет расширить число своих баз в Европе. Кроме того, из соглашения могут следовать и другие неформальные аспекты. Например, такие, что американские компании смогут бесконтрольно приобретать активы в Европе. И совершенно неудивительно, что Европа сопротивляется. Сегодня сопротивляется Германия, еще раньше начала сопротивляться Франция. Поэтому мы полагаем, что у такого соглашения нет перспектив. И более того, не исключено, что совсем в близкой перспективе это соглашение могут отменить сами Соединенные Штаты. Если, например, на выборах победит Дональд Трамп, то это соглашение можно считать похороненным. Если победит Клинтон, то не все будет так однозначно. Но думается, что Хилари Клинтон, в отличие от Обамы, прекрасно понимает, что Европу бесконтрольно отжимать, как это делал Обама, нельзя. Иначе вслед за Брекситом последуют новые выходы стран Европы из Евросоюза. И таким образом при подписании новых соглашений с Европой США в большей степени будут учитывать интересы европейских стран. Редактор субтитров А.Семкин